Добрый день! Сегодня мы хотели бы продолжить тему гепитрынки, а именно предоставить вам новую информацию, новые вводные по выдаче смартфонов людям от 60 лет за вакцинацию. И если быть дословными, то недавно представитель Минцифры сообщил, что смартфоны от Зеленского для пожилых будут выдаваться в банках, а передать их кому-то еще будет невозможно. Давайте теперь посмотрим всю эту информацию более подробно в этом видео. В продолжении данного видео прошу подписаться на наш канал, нажав красную кнопку подписаться, затем закрашенный колокольчик. Также прошу поставить лайк под этим видео. Если у вас вопросы по данной теме, пишите в комментариях, постараемся как можно быстрее на них ответить. По словам представителя из Минцифры говорится, что украинские власти пока лишь ведут переговоры с производителями об условиях поставки таких смартфонов. В том числе получили предложение и о специальной модели под этот проект. И если быть дословными, то было сказано так, что мы изучаем возможность процедуры закупки. Проходят переговоры с компанией Samsung и с украинскими внутренними производителями. От одной компании есть предложение сделать спецмодель под этот заказ, то есть проект. Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5000 гривен. Мы хотели бы конечно влезть до 4000 гривен. Время покажет. Мы дали им начальные требования. Хотим, чтобы там в этом телефоне был NFC технология. Также eSIM мы пока убрали. Он существует. Существенно удорожает закупку. Рассказал представитель Минцифры. В то же время он отметил, что технология со встроенной универсальной картой решила бы много проблем с точки зрения привязки телефона конкретному абоненту. И со слов было сказано так, что кто-то захочет же передавать эти смартфоны, но мы с мобильным оператором нашли другой способ и точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMAI телефона и зарегистрирована на паспорт, а номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества, отметил замглавы Минцифры. Выскоп добавил, что мобильные операторы также предлагают установку специального приложения, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством. И это один из подходов. Замминистр указал, что целью затеи является уменьшение затрат на администрирование государственных программ, в частности распределение субсидий. И со слов было сказано так, что мы хотим, чтобы такие услуги, как ЕСубсидия, стали доступны и пожилым людям, чтобы они не ехали и оформлять маршрутки в райцентр, а делали это на смартфоне в один клик. Это не только им будет удобно, но и существенная экономия будет для государства. Представьте, если бы мы ее поддержку запускали по принципу субсидий. Мы бы ее год запускали и потратили несколько миллиардов ривен, отметил он. Также представитель Минцифры рассказал, что партнерами этого проекта будут банки. И получать смартфоны, вакцинированные пожилые люди смогут именно в этих инучреждениях. Если быть дословным, то он сказал, что мы в пятницу в офисе президента собирали все банки, обсуждали с ними этот проект. Мы хотим, чтобы пользователи приходили за получение смартфона сразу в банк. Там будет представляться определенный пакет услуг. Обучение, замена сим-карты и другое. Также было объявлено, что на получение смартфонов планируется на апреле. Раздача первых смартфонов произойдет уже летом. В целом, по словам замминистра, проект рассчитан на срок до трех лет.